МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Знаменитый скелет Маматихи Матильды, самое большое в мире чучело пещерного медведя, отпечаток кожи динозавра, единственный в России, Краевический музей приглашает на открытие масштабной экспозиции. О самом главном выпуске новосибирских новостей. Здравствуйте. В связи с аномальными морозами, которые надвигаются на наш город, новосибирцев просят отказаться от дальних поездок. Но тех, кто застрянет на трассе, дорожники готовы эвакуировать. Необходимая для этого спецтехника есть. Во всеоружии коммунальщики, по прогнозам синоптикам, в ближайшие дни горожанам придется пережить 30-ти градусные морозы. Серьезно похолодает уже этой ночью. Павел Тянов узнал, как город готовится к холодам. Уже завтра кабинеты начальных классов в городских школах могут опустить. В связи с надвигающимися морозами, с завтрашнего дня все учебные заведения переходят на особый режим работы. Если 25 градусов с ветром разрешается не посещать школу ученикам 1-4 классов, больше 30 градусов 5-8, 9-11 ходят всегда ребята в школу. Независимо от того, сколько детей придет на занятия, учителям нужно быть на своих рабочих местах при любых условиях. В ближайшие сутки метеорологи предсказывают штормовое предупреждение. Порывистый ветер принесет резкое похолодание. Понижение температуры горожане ощутят уже сегодня вечером. Столбик термометра опустится до минус 30 градусов Цельсия. В последующие дни, по прогнозам синоптиков, мороз будет только крепчать до минус 38, а местами и до минус 45 градусов ниже нуля. К работе в условиях, приближенным к чрезвычайным, готовятся все экстренные службы. Спасатели предупреждают, что из-за сильных морозов могут возникнуть перебои с электричеством и проблемы с пассажирскими перевозками. Нарушение работы междугороднего пассажирского транспорта увеличение числа, возможно, пострадавших, в том числе не имеющих постоянное место жительства. Это, в первую очередь, обморожение участков тела. А также увеличивается риск возникновения техногенных пожаров. Автоинспекторы призвали горожан отказаться от дальних поездок на время морозов. Но на трассах увеличат количество полицейских патрулей. Сейчас максимальный патруль будет работать на трассе в режиме автобутуфлей, оказывать помощь, особенно в такие морозные. Вчера автобус у нас заглох, и около 30 людей остались, могли остаться в холоде. Максимально быстро мы нашли автобус, сопроводили до места ситуации. Городские коммунальные службы также заявили о готовности к наступающим холодам. Специалисты считают такую погоду не аномальной, а обычной для Сибири. Поэтому в ближайшие дни примут стандартные меры. Дежурство на дому персонала, оперативный сбор персонала, подготовка спецтехники, проверка аварийного запаса на складах, для того, чтобы можно было в случае каких-то непредвиденных ситуаций быстро локализовать любой инцидент. Суровая погода, по прогнозам синоптиков, продержится до конца недели. За ней обещают небольшое потепление. Павел Теунов, Денис Савинский, Новосибирские новости. В 25-ти градусный мороз младенца подбросили в тамбур аптеки. Новорожденного мальчика, которому было всего несколько часов, обнаружили работники аптеки на улице Гоголя. Ребенка госпитализировали, его состояние медики оценивают как удовлетворительное. Полиция разыскивает мать младенца, предположительная на азиатской внешности, и очевидцев происшествия. Долгострой в Дзержинском районе на улице Дениса Давыдова сдадут к весне. Сегодня исполняющий обязанности мэра Владимир Знатков проинспектировал площадку, строительство на которой еще совсем недавно было остановлено. Стройку двух многоквартирных домов заморозил кризис 2008 года. Благодаря стараниям самих жильцов, субсидии мэрии и областного правительства в одном из домов уже празднуют новоселье. С подробностями Мария Черешнева. Татьяна Грещук в 2009 году купила однокомнатную квартиру на третьем этаже. Тогда она и подумать не могла, что стройка остановится как раз на этой отметке. Когда я купила, была только коробка и, по-моему, до третьего этажа окна. Больше не было ничего. Ну, то есть, вот, все это время ждали. Работа на стройплощадке замерла из-за финансового кризиса. В итоге для завершения строительства инвесторы организовали жилищно-строительный кооператив. Причем можно сказать, что людям повезло. Застройщик не обанкротился и взял на себя часть расходов. В результате жильцам пришлось доплачивать сумму в два раза меньше той, которая была в сметах, составленных при возобновлении строительства. Некоторые психологические вообще на отказ шли, потому что они надеялись на какое-то чудо, что ли. Но тут все равно, как-то мы постоянно проводили беседы, собрания проводили. Естественно, очень много нервов тоже потратили. Ускорить стройку помогла субсидия из городского и областного бюджета в 7,5 миллионов рублей за присоединение обоих домов к водопроводным сетям. Было тройственное соглашение между мэрией, горводоканалом, ЖСК «Восток» и график платежей. И все, это самоподтвердили все. И вот первый транш пошел в горводоканал, и все вопросы снялись у нас. Готовый дом и многоэтажку, которую планируют сдать через пару месяцев, сегодня проинспектировал Владимир Знатков. Это, конечно, не единственный случай. В основном, там, где люди берут ответственность на себя, создают ЖСК, активно начинают взаимодействовать с застройщиком, с мэрией, с областным правительством. Вот там такой хороший результат получается. В прошлом году 9 таких домов на территории города уже сдали. Сейчас насчитывается около 40 домов, строительство которых по той или иной причине прекратилось. Городские власти намерены продолжать поддержку инвесторов. По планам, в ближайшие 12 месяцев будут сданы еще около 10 долгостроев. Мария Черешнева, Дмитрий Кан, Новосибирские новости. К 11 годам колонии приговорил Дзержинский районный суд Анатолия Карасева, который на глазах у десятка прохожих в паре в ревности зарезал свою подругу. В июле прошлого года у входа в супермаркет на улице Лежена Карасев набросился на 20-летнюю Вику Филимонову и буквально искромсал ее ножом. Как выяснили следователи, молодые люди приехали в Новосибирское село Заречье и давно жили вместе. Они даже собирались пожениться. Однако девушка ушла от своего возлюбленного. Парень пытался наладить отношения, но получив очередной раз отказ, зверски убил бывшую подругу. Новосибирцы, заказывающие товары в иностранных интернет-магазинах, не пострадают от новых правил. Во всяком случае, так говорят таможенники. По их подсчетам, услугами коммерческой экспресс-доставки пользуются только 2% жителей Новосибирска, остальные оформляют посылки через Почту России. Обо всех новшествах в материале Алексея Фазлеева. Вот посылка до сих пор находится в Китае. Жду уже 20 дней. Посылка застряла на границе. Евгений уже оплатил покупку и, как многие другие клиенты виртуальных магазинов, стал заложником ситуации. Компании экспресс-доставки отказались ввозить отправление частным лицам. Мол, таможня не даёт добро. Появилась новая процедура оформления документов российской таможни, которая усложнила нам процесс растаможки. И поэтому было принято решение пока приостановить просто именно приём таких отправлений в Россию. Таможенники с заявлениями почтовых компаний удивлены. Кардинальных изменений в работе нет. Экспресс-почтовики лишь должны подтвердить, что груз предназначен для личного пользования, а не для продажи. Для этого нужен определённый пакет документов. Его доставщики без труда предоставляли и раньше. Понимаете, вот кто-то хочет просто поднять проблему и, ну скажем так, свои интересы, коммерческие подчеркновенные интересы, где-то выставить вперёд. Недопонимание спровоцировало ещё и обсуждение нового налога на интернет-покупки. Ввести его планируют уже давно, пока же пошлину в 30% обязаны платить те, кто ввозит товар дороже тысячи евро. На Толмачёвском сортировочном пункте это редкость. Каждую посылку сопровождает документация. Она международная. Здесь, в частности, указывается, какой товар лежит в коробке и его стоимость. К примеру, здесь DVD-плеер на 200 долларов. Порог именно в 200, но уже не долларов, а евро, предлагает установить глава российской таможни. Всё, что дешевле этой суммы, ввести можно будет бесплатно. Чиновники считают, такие меры помогут упорядочить интернет-торговлю. Евросоюз 22 евро позволяет беспорщно ввести по интернет-торговле. У нас тысяча евро, сколько раз больше, страшно сказать, практически в 50 раз. Таможенный орган не устанавливает эти ставки, наш руководитель выступает, высказывает своё видение, но устанавливает ставки, извините, правительство, оно определяет, а мы уже обязаны будем его исполнять. Сейчас планируемые нововведения жарко обсуждают и доставщики, и получатели посылок. У последних больше всего вопросов, каким будет размер пошлины, как и где её платить. Эксперты тем временем предрекают развитие теневого интернет-рынка и серых схем импорта через Казахстан. Там таможенное законодательство мягче. Алексей Фазлеев, Алексей Андробаев, Новосибирские новости. В Новосибирске впервые за 7 лет увеличилось число автомобильных аварий и человеческих жертв. Всего в 2013 погибло более 500 человек. Главный автоинспектор области Сергей Штельмак сегодня отметил, что в этом отчасти виноваты новички на дорогах. В минувшем году также в городе появилось более 60 тысяч новых автомобилей. В таких условиях следить за соблюдением правил движения автоинспекторам помогут дополнительные камеры видеонаблюдения. Их количество на областных трассах в этом году увеличат втрое. Сегодня новосибирские спасатели пошли на крайние меры и сломали лёд у берегов водохранилища в районе Плотины ГЭС излюбленном месте местных рыбаков. Накануне как раз там чуть не погиб любитель подлёдного лова. Льдина, оторвавшаяся от берега, унесла мужчину почти на 200 метров. Анастасия Ваганова с подробностями. Меньше 700 метров от Плотины ГЭС специальное судно «Аэробот» ломает лёд возле берега, чтобы у рыбаков не было соблазна зайти дальше. Тем не менее, регулярно находятся любители подлёдного лова, которые опасности не боятся. В интернете вы почитаете, они сами перед собой хвастаются, значит, что я вот вчера провалился, я вот позавчера провалился, ну хорошо помогли, вытащили, ну это вот единичные случаи. Накануне именно здесь откололась льдина, на которой был рыбак. К счастью, его удалось спасти. Участок реки возле Плотины ГЭС называют самым опасным для рыбалки. Регулярные сбросы воды не позволяют поверхности как следует замёрзнуть, даже несмотря на низкую температуру воздуха. Постоянный густой туман делает видимость почти нулевой, а значит, уже с берега очевидно, что выходить сюда значит рисковать собственной жизнью. Рыбачить ближе, чем за полтора километра от Плотины нельзя ещё и потому, что здесь расположен завод по воспроизводству ценных пород рыб. Для нарушителей предусмотрен штраф от двух до пяти тысяч рублей. Уже в этом году протоколы составили на 85 человек. Но людей с удочками это не пугает. Выходные на этот лёд выходят сотни рыбаков. Многие на машине доезжают прямо до лунки. Выезд транспорта любой грузоподъёмности на лёд он абсолютно запрещен. И я никому не рекомендую выезжать на транспорте на лёд. Почему? Потому что, видите, аномально тёплая зима, вот за исключением последних морозов, становление льда ледового покрова продолжается. Впрочем, на многих водоёмах области толщина льда достигает 70 сантиметров. А значит, рыбачить в таких местах относительно безопасно. Однако спасатели настаивают. Все, без исключения рыбаки, должны помнить правила поведения при ЧП. Он должен не бегать, он должен лечь, да? Ну, знаете, звездой. То есть, он должен лечь. Печальный счёт жертв этой зимой уже открыт. В декабре на Бердском заливе провалился под лёд пожилой рыбак. Шесть часов врачи боролись за его жизнь, но спасти пенсионера не удалось. Анастасия Ваганова, Роман Семёнов, Новосибирские новости. К юбилею Октябрьского района в этом году заасфальтируют и осветят большинство местных улиц. Об этом сегодня сообщили чиновники районной администрации. Асфальт уложат в том числе и в многочисленных переулках частного сектора. Кроме того, в течение этого года снесут более 40 ветхих домов. Застройщики уже заинтересовались несколькими участками на улице Никитина, где пока ещё стоят бараки. Октябрьский район остаётся лидером по воду жилья. Но, как отмечают чиновники, пока ощущается нехватка социальных объектов, в том числе школ. Безусловно, сейчас с развитием берегового жилмассива встанет вопрос о строительстве школ на Большевицкой улице. У нас тоже там 7,6 и 115 это вообще школа была девятилетка. Поэтому в ней условий нет для учащихся такого быстро растущего микрорайона. В Крыльевский музей вернулся самый известный его экспонат знаменитая Матильда. Увидеть скелет самки мамонта смогут посетители выставки Музей природы. Экспозицию готовили два года. Зачем музейщикам понадобилось столько времени и какие сюрпризы они приготовили, выяснял Станислав Якушевич. Обновленную экспозицию готовили несколько лет. Зато теперь, говорит Андрей Шиповалов, Новосибирск имеет одну из лучших в стране естественно научных коллекций. Многие экспонаты уникальны. Например, самое большое чучело пещерного медведя. Или позвонки стегозавра, найденные сотрудниками музея в Кемеровской области. А редкие образцы минералов выставлены в том виде, в каком их находят геологи. Все это можно трогать руками, пощупать. Это мы специально сделали для детей такой вот живой интерактив. Вместе с палеонтологической коллекцией обновили и раздел, где собраны птицы и млекопитающие. Правда, в музее не стали делать макеты мест обитания животных. Но один природный ландшафт здесь все-таки решили воссоздать. Построили в Краеведческом музее вот такой уголок Барсуковской пещеры. Уникальный памятник природы. Она известна как крупнейшая в Западной Сибири зимовочная колония летучих мышей. Наиболее ценные экспонаты, как, например, чучело лося, изготовленное еще в 30-е годы, просто почистили. Последнее приобретение музея, редкий в наших краях черный аист, а также коллекция, созданная по заказу в Институте систематики и экологии животных СОРАН. У них заказывали коллекцию летучих мышей. Вообще летучих мышей очень сложно сделать, скажем так. Рядовой таксидермист за такое не возьмется. Это должен быть профессионал высокого уровня. Любовь Осипенко привела на открытие выставки внучку Вику. Для таких посетителей в музее установлены интерактивные экраны, где можно узнать любую информацию без помощи экскурсовода. Так хорошо, так расположена экспозиция, так удобно. Вот, был ребенок и ребенка и уже рассказываешь, ну и сам естественно уже обновляешь свои какие-то знания. На плазменных экранах информации вскоре станет больше. На них посетители смогут посмотреть и короткие лекции о жизни животных края и забавные анимированные клипы, представляющие музейную коллекцию. Станислав Якушевич, Данил Смирнов, Новосибирские новости. Все, о чем мы не успели рассказать, слушайте на радио «Городская волна». Частота 101,4 ФМИ читайте на сайте Новосибирские новости. Сегодня там публикуют эксклюзивное интервью с Владимиром Знатковым. Когда исполняющие обязанности мэра используют нецензурную лексику, как представляют будущее площади Маркса и что думают о проблемах в сфере ЖКХ. Читайте на сайте. Это были Новосибирские новости. Встретимся завтра.